Доброе утро! В эфире телеканала Катунь 24 новости. Меня зовут Антон Скаль. О самом важном в ближайшие 5 минут. Сегодня в Алтайском крае отмечают День работника сельского хозяйства. Лучших аграриев наградят на торжественном мероприятии. Сегодня подведут итоги сельскохозяйственного года. Вручат государственные, ведомственные и краевые награды аграриям. Назовут имена лауреатов и победителей краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе. Лучшим труженикам и организациям отрасли глава региона Александр Карлин вручит специальные призы. В районы Алтайского края уедет 25 единиц техники, в том числе 21 автомобиль и 4 трактора. Зрители телеканала Катунь 24 увидят церемонию в прямом эфире. Начало трансляции в 11 часов утра. Два новых сорта подсолнечника алтайской селекции войдут в госреестр селекционных достижений. Аллей и Алтай будут рекомендованы к применению по всей России с 2018 года. Кроме того, в регионе в следующем году районируют новые сорта пшеницы местной селекции. Это Яровая предгорная и Тобольская степная. Сорта испытания проводится на 13 сорта участках, расположенных во всех почвенно-климатических зонах региона. Новые разработки предлагает и Западно-Сибирская овощная опытная станция. Это новый сорт капусты белокочанной, перца сладкого, огурца, фасоли, баклажана и другие. Как сообщили филиали госсорткомиссии по Алтайскому краю, в этом году в регионе испытали 850 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. С ними проведено 2685 опытов. Больше новостей сельского хозяйства в программе «Хлебный край». Автор и ведущая Римма Минина в субботу 9 декабря в 21.30 расскажет о том, какой должна быть современная кооперация, а вместе с экспертами и региональным агропромом подведет предварительные итоги сельскохозяйственного сезона 2017 года. Удержаться невозможно. Десятки барнауэльцев обращаются к медикам с ушибами и переломами. Причина – гололед на улицах краевой столицы. Как избежать падения на льду и если не удержался, то как правильно падать, разбирался Дмитрий Бутков. Красноармейский – не только один из самых оживленных проспектов Барнаула, но и самый травмоопасный участок. Так считают подписчики групп нашего телеканала в соцсетях. Опрос показал, как ни странно, именно на гололед в центре города чаще всего жалуются барнаульцы. Например, в топе самых травмоопасных участков – проспект Ленина, улица Чекалова, Мерзликина и другие. Буквально на этом самом месте несколько дней назад я подскользнулся и упал. Как сказали в травмпункте, получил ушиб. И все-таки, как обезопасить себя на городских скользких улицах? Прямо сейчас узнаем у барнаульцев. Как сделать так, чтобы не упасть? Не настреливать. Можно даже. Научите меня? Буду. Пачкаться не хочется. Вы знаете, я сейчас как-то с Томском сравниваю, так у нас очень хорошо. По крайней мере в центре. Там ужасно. На скользких улицах падали, подскальзывались, получали травмы? Нет, потому что хорошая обувь спасает. Говорят, есть какая-то техника, чтобы не упасть. Знаете об этой технике? Напрягать мышцы, идти более расслабленной. Ну, единственное, что надо, это руки вперед выставить. То есть как? Покажи, можешь показать. Ну, чтобы как бы лицом просто не удариться, что, ну да, вот руки вперед выставить, на них приземлиться. А какие средства, может, поделись, будем знать? Капусту привяжите листей, будет хорошо. Лист капусты мне точно поможет. Лист капусты, не один раз, конечно. Несколько раз положите и завяжите. Можно два листа положить? Можно и два. Подскользнулся, упал, очнулся гипс. Эта фраза из комедии «Бриллиантовая рука» всегда актуальна, а особенно зимой. За день в городскую больницу номер 11 из 50 пациентов только трое обращаются с ушибами, которые получили из-за гололеда. С переломами обратилось всего двое. Универсального средства от падения, увы, нет. Все происходит мгновенно. Каждого человека на уровне спецназа не подготовить, как правильно сгруппироваться и упасть. Совет один в основном для женщин. Каблуки убрать и все-таки смотреть не на витрины, а под ноги. И еще несколько полезных советов. Когда идете, выньте руки из карманов. Чем больше размахиваете руками во время падения, тем больше шансов удержаться на ногах. Ходите с чуть согнутыми коленями и, желательно, мелкими частыми шагами. Если вы все-таки получили травму, то сразу обращайтесь в травмпункт. Не откладывайте поход к врачу на завтра. Дмитрий Бутков, Анатолий Фукс. Новости. На этом у меня пока все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию «Утреннего канала». Субтитры подогнал «Симон»